Неделю назад Екатерина Индемирова получила первую десятку от жюри. Максимальный балл шоу. Но мы увидели на её лице не улыбку, а слёзы. Слёзы радости. Ведь Катю впервые в жизни назвали красавицей, талантливой, соблазнительной, да. А благодаря нашему шоу она уже очень скоро сможет без стеснения сказать любому мужчине. Позвони мне. Позвони. Екатерина Индемирова и Максим Педотов. Абсолютною фавориткою другого эфиру Великих Танців стала Катерина Индемирова. 10 баллов! Это максимальная оценка на нашем шоу! Боже! Все кричат молодцы. Все в горе кричат. Это просто невероятно. Я даже этого не слышу. Все прям в зал начинают кричать. Я понимаю, что это её работа, её заслуга. Максим, это твоя заслуга, ты мне. Сейчас нужно было это всё потянуть. Евгений, он самый первый начал так прям бурно это всё рассказывать. Я прям не ожидала, когда руки подмел верх. Я думала, сейчас будет или полный бизнес, или всё хорошо. Евгений, скажи хоть слово. Да? Руслана, помогите прийти в себя. Молодец! 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 Я не умею просто принимать похвалу. Потому что у меня никто никогда не похвалил. Всегда только говорили, у тебя не получится, ты не можешь. И всю жизнь постоянно приходится доказывать, что у меня там получится и что я могу. Справжною перемогою для Кати стала и её нова вага. Вона теперь важит меньше 100 кг. Я когда стояла на весах и увидела эту двузначную цифру, и я такая стояла и думаю, блин, ты я ж уже не центнер. Но и тут девчина не может, как след, себя похвалить. Да, я похудела на 6 кг. Я увидела свою заветную двузначную цифру. 99 кг. Ну блин, 99 кг. Принцесса Бубарь, 99 кг. Перед наступным выступом Катерина страшенно нервуется. Но есть определенная планка, да? Вот я показала то, что я могу в этом танце. И мне поставили 10, 9, 8. Дальше я как минимум должна станцевать на том же уровне. Это как минимум. А как максимум это лучше. У нас джаз. Скажи джаз. Мы танцуем джаз. Джаз. Дюйм. Поехали. 7, 8. Раз и два. Раз и два. Не лезгинка, Катя. Еще раз. Потому что танец достаточно тяжелый. И мне плохо это все удается. Особенно у нас очень много поворотов. Шептенко, она говорила, что самое легкое в танце – это вращение. То есть даже самый плохой танцор, он может вращаться. Видать, я очень плохой танцор. Чтобы и надалее отримовать хорошие оценки, Катя репетирует танец даже в ночи. Я не завалю танец никогда. Я буду танцевать очень хорошо. Во что бы это ни стало. Даже если у меня будет неправильный костюм, неправильный макияж. И вообще музыка остановится посреди сцены. И вообще, я не знаю, землетрясение начнется. Все равно буду танцевать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Позвони мне, позвони, позвони мне ради Бога, Через время протяни, голос тихий и глубокий, Звезды тают над Москвой, может, я забыла гордость, Как хочу я слышать голос, как хочу я слышать голос, Долгожданный голос твой, позвони мне, позвони мне. Если я в твоей судьбе ничего уже не значу, Я забуду о тебе, я смогу, я не заплачу, Эту боль перетерпя, я дышать не перестану, Все равно счастливой стану, все равно счастливой стану, Даже если без тебя. Позвони мне, позвони мне. АПЛОДИСМЕНТЫ Катя, ну, я думаю, что после такого танца Тебе будут звонить толпы, толпы поклонников. АПЛОДИСМЕНТЫ Катюша, вы сами в предыдущих эфирах подняли свою планку высоко. Вы знаете, это прекрасно. И ваш партнер вам сегодня сказал, вы танцуете джаз. Вы не справились с технической частью. Было много напряжения в движениях, Во вращении были проблемы, не хватало точки. Работы стоп я уже опускаю, как само собой разумеющееся. Здесь надо было немножко подсобрать позиции правильные. Пассе не дотягиваете. Это все от волнения, я прекрасно понимаю. Джаз непростейший танец. Спасибо. Спасибо, Андрес. Руслана, на прошлом эфире именно вы поставили самый высокий балл Катерине. Десятка. Сегодня вот уже Андрей сказал, что понизила планку Катерина. Так ли это? Согласна, что планка понижена самой Катериной. Хотя я не обратила внимание на ноги, я обратила внимание на взгляд. В взгляде было много страсти, было переживание, была эмоция. Но, к сожалению, взгляд это еще не танец. И все-таки нужно правильно соединять те па, о которых говорил Андрес, и тот взгляд, о котором говорю я. И тогда получается настоящий танец. Поэтому сегодня это однозначно не десятка. Ну, тогда я жду девяток. Итак, ваши оценки, господа. Евгений. Ваша оценка. Семь баллов. Руслана. Ваша оценка. Все-таки так. Восемь баллов. Катя, если вы сейчас не улыбнетесь и не примете нормально оценки жюри, как это положено, достойно, с уважением, я занижу вам оценку. Только из-за этого. Улыбаемся. Мы все улыбаемся. Адрес. Семь баллов. То есть нам грозила шестерка. Двадцать два балла сегодня получает Катерина. Ну, достаточно низкий балл сегодня. Ну, Катя, что ты вообще думаешь? Правы наши члены жюри? На самом деле я пыталась выложиться по эмоциям на сто процентов, но в танце очень много ошибок было. Именно в прямом эфире здесь. Именно здесь. На репетиции было лучше. Ну, я думаю, что мы все-таки еще потренируемся, все у нас впереди. Все равно, Катя, ты вот молодец. Знаешь, я просто хочу вот сказать такую вещь, вот спросить у тебя. Я знаю, что по правилам нашего шоу вы можете звонить родным только раз в неделю, а вам вообще не могут звонить. Но если бы вот произошло чудо, и вот все-таки звонок состоялся, чей бы голос ты хотела услышать? Я бы однозначно хотела услышать мамочки. Самый любимый. А мама сегодня в студии. Мама! Мама, где вы? Вы можете не только услышать, но увидеть. Катя, вы большая молодец. Я думаю, что у вас все получится. Катя, если что, телефон и позвоните. Катя, возьми телефон. Все, договорились. Уже один звонок у нас есть. Спасибо вам огромное. Спасибо.